Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы с вами поскрепим мозгами. Поговорим о том, сколько флешек, дисков, серверов нужно для того, чтобы переписать всю информацию с нашего мозга. Для чего нужны квантовые датчики при исследовании мозга и как мы можем его изучать на самом-самом тонком уровне. У нас в студии Максим Острось. Привет! Привет! Давай начнем с определения, что такое мозг или хотя бы что такое память с точки зрения именно квантовой физики. Это очень интересный вопрос, потому что с точки зрения квантовой механики мы не можем определить, что такое память и мозг, потому что это не предмет изучения квантовой механики. Квантовая физика рассматривает явления, объекты на атомном и субатомном уровне, а мозг у нас является большим объектом, состоящим из много миллиардов клеток, поэтому основные постулаты квантовой механики здесь, наверное, не особо применимы, по крайней мере сейчас. Однако есть ряд концепций, где ряд ученых подразумевают, что в работе нашего сознания задействованы какие-то квантовые механизмы. Вот это Пенроуз активно педалировал эту историю. Но так как здесь нельзя поставить эксперименты, что-то доказать, в традиционной науке это направление является маргинальным, и пока учеными не поддерживается, потому что, как я уже сказал, эксперимент поставить нельзя. Есть какие-то мысли, как этот эксперимент потенциально в будущем можно построить, но я думаю, что на горизонте ближайших нескольких лет, может быть, даже десятилетий, мы не сможем понять, является мозг квантовым объектом или нет. Поэтому всё-таки за пределами квантовой механики. Но при этом квантовые технологии мы для его исследования уже вполне себе применяем. Активно, да, применяем. В основном используются квантовые сенсоры. Это приборы, которые в своей основе используют квантовые механические эффекты, и они могут считывать сигналы и поля, которые создаёт наш мозг в ходе его работы. Наши нейроны, когда между собой общаются, помимо каких-то химических историй, они ещё общаются электромагнитными полями. И вот регистрируя, например, магнитную компонент общения этих нейронов, можно получать информацию о том, как мозг как раз-таки работает. Так от обычных сенсоров датчиков они отличаются именно тонкостью измерений? В зависимости от типа квантового сенсора, их достаточно большой зоопарк. Они могут быть большими, могут быть маленькими, но их основное преимущество перед классическими аналогами – это как раз-таки чувствительность. Потому что те сигналы, которые создаёт наш мозг, примерно в 10 миллиардов раз меньше магнитного поля Земли. Поэтому нужны а – очень тонко чувствующие датчики, и б – специальная система экранировки, чтобы внешние поля, внешнюю шуму убрать. К слову, о зоопарке все живые организмы, в том числе и мы, могут так или иначе хранить какой-то, пусть самый небольшой, но объём информации. И принципиально, чем это отличается от того, как это происходит в компьютерах, в наших телефонах? В современной вычислительной технике используется архитектура фон Неймана. Это архитектура, когда у нас есть отдельно память и отдельно процессор, который выполняет какие-то сложные алгоритмические задачи. И они памяти процессора соединены шинами. И постоянно идёт такой пинг-понг информации. Процессор что-то забирает из памяти, передаёт обратно, записывает. И на это, на самом деле, тратится достаточно много энергии и времени. И вот эта вот шина, она является узким горлышком как раз-таки в традиционных вычислительных устройствах. Мозг работает чуть-чуть иначе, потому что у нас нет четкого подразделения на зону памяти и зону вычислений. Как бы в той же памяти у нас задействована вся кора головного мозга. И поэтому какие-то здесь вещи, они идут гораздо быстрее и гораздо энергоэффективнее. Например, если мы возьмём там какой-то суперкомпьютер, который там выполняет очень много операций в секунду, он потребляет где-то мегаватт энергии, достаточно много. Наш мозг при аналогичном вычислительной мощности потребляет десятки ватт, что в миллионы раз меньше. Поэтому с точки зрения энергоэффективности пока природа создала уникальный компьютер, который является нашим мозгом. Также ключевое отличие заключается в том, что мозг очень пластичен. Если там в ходе травмы или ещё чего-нибудь у нас повредится какая-то часть мозга, другие части могут взять на неё функции утраченные, распределиться. Что не может, например, современная архитектура вычислительная. Если вы там повредили память, то всё, как бы компьютер не работает. Но в целом, на самом деле, сходство тоже есть. У нас тоже есть аналог оперативной памяти, который называется краткосрочной, и аналог внешней памяти, как на жёстких дисках, которая долгосрочная. Поэтому вне зависимости от того, что всё равно есть какие-то различия фундаментальные, то какие-то схожие принципы тоже есть. Информация в телефоне хранится на диске. В мозге тоже есть какой-то отдел, где всё-таки сконцентрированы воспоминания? Или они действительно распределяются по всему этому серому веществу? Они распределены. В зоне мозга есть структура, которая называется гиппокамп. Она отвечает больше за кратковременную память. Но в целом, как бы, в хранении информации задействована вся структура коры. И здесь нельзя сказать, что какая-то конкретная клетка или конкретный нейрон хранит воспоминания. Всё-таки память — это сетевая функция мозга. Потому что все нейроны связаны между собой. И в зависимости от того, как они связаны и насколько хорошо эти связи работают, вот именно этот аспект и формирует память. Память, она находится не в конкретном нейроне, а вот в этой всей сети. Здесь хорошая аналогия интернету. То есть у нас все пользователи связаны. И вот вся вот эти связи создают объём информации, которая у нас так или иначе есть, которую мы используем. Давай небольшой эксперимент проведём. Ты сказал, что до эфира, что увлекаешься музыкой. Какая у тебя любимая группа? Назови какую-нибудь первую песню с альбома, который тебе пришёл в голову сейчас. Лео Рохас, Эль Кондора Пассо. Секунду назад Лео Рохас здесь не присутствовал виртуально. Теперь он появился. Как это произошло? То есть как твой мозг, мы можем вообще утверждать что-то о том, как этот мозг достал информацию о, например, Лео Рохасе? Здесь как раз-таки тоже интересный аспект, который отличает наш мозг от классических компьютеров. Это ассоциативная память. Действительно, я о Лео Рохасе в момент ничего не вспоминал, но ты мне дал часть информации, паттерн. И я через этот паттерн восстановил объект, про который мы говорим. Вот это именно особенность нашего мозга, способность из маленькой части дополнять её до полного объекта. Это то, почему мы, например, хорошо можем, глядя на какой-то образ, а у нас в глаза очень постоянно много бит-информации приходят, мы можем с лёгкостью оперировать, например, визуальной информацией, потому что мы ассоциативно мыслим. Здесь тоже интересный момент. Поэтому, в отличие от классических компьютеров, наша память всё-таки не идеальна. Если компьютер что-то запоминает, он запоминает это в таком же виде, как он и записал туда. Но человеческие воспоминания, они подвержены деформации. И в зависимости от того, в каком настроении, с каким эмоциональным окрасом мы восприняли ту или иную внешнюю информацию, мы по-своему её запоминаем. Например, если какое-то событие переносило боль, страдания, то через пару лет это можно вспоминать с улыбкой, какое интересное время было. Это тоже особенность нашего мозга, такая текучесть воспоминаний. И мы очень сильно завязаны на чувствах. Например, часто ли было такое, когда услышал какой-то запах, и сразу резко нахлынули воспоминания из детства, которые вообще не помнил. Было такое? Разумеется. Это тоже интересный момент, потому что зона мозга, которая обрабатывает запахи, она находится достаточно глубоко, рядом с тем же гиппокампом. И там есть такая связь. И когда мы слышим запахи, то те нейронные связи, которые у нас когда-то были давно сформированы, но забыты, они не особо хорошо работали, то именно этот стимул опять их возбудил, они опять начали работать, и мы вспоминаем какое-то детство. Поэтому это очень интересный момент. У нас действительно со временем, если мы не тренируем память, не вспоминаем что-то, у нас синаптические связи ослабевают, но какой-то стимул опять появляется, которое их, скажем так, раздражает, и у нас воспоминания опять ярко всплывают. А все-таки эти воспоминания, они в какой-то момент стираются нашим мозгом за ненадобностью, или они просто уходят в архив, и пока мы не стригерим, в достаточной степени мы их не получим? И да, и нет. Потому что я тут уже упоминал гиппокамп, который отвечает за краткосрочную память. Когда мы что-то видим, слышим, чувствуем, и если у нас есть какой-то эмоциональный окрас к этому, у нас информация помещается в гиппокамп, который как бы в течение дня эту информацию внутри себя прокручивает, создавая новые нейронные связи. Когда мы ложимся спать, то у нас часть информации из гиппокампа, которую наш мозг считает значимой, эмоционально значимой, во время сна переводят уже на хранение в корковые структуры мозга. А та часть, которая у нас не была эмоционально значимой, например, мы сидим, и мы чувствуем одежду на нашем теле, но мы это не запоминаем. Вернее, мы запоминаем, но внимания этому не придаём. Эта информация у нас в долгосрочную память не уходит. В долгосрочную память уходит только то, что вызывает у нас какой-то интерес, положительные или отрицательные эмоции. А есть ли тогда какое-то объяснение феномену дежавю? Ну, интерпретаций дежавю достаточно много, начиная от прошлых жизней, экстрасенсорных каких-то вещей. Но если серьёзно, то дежавю — это феномен, при котором, когда мозг устает, перегружается информация, и может появиться иллюзия, что у нас это уже было. Дежавю возникает, когда какой-то перегруз, есть стресс, и человек думает, что он уже в подобной ситуации был. Хотя такой ситуации объективно в его жизни не было. Давай вернёмся к считыванию информации с помощью разных технологий, в том числе квантовых. Например, есть широко применимая технология МРТ. Можем ли мы как-то... Ну, это мы считываем активность мозга. Можем ли мы как-то память считывать такими же способами? Здесь небольшая оговорочка. Не просто МРТ, потому что сама по себе магниторезонансная томография, она заточена под изучением морфологии, то есть анатомических особенностей мозга. Как у нас структура расположена между собой, по факту анатомия. Но есть разновидность МРТ, которая называется функциональная МРТ. Она как раз-таки смотрит на функции мозга, на то, что происходит, когда мозг решает какие-то задачи, думает, воспринимает зрительные образы, вспоминает что-то. И здесь принцип работы такой. МРТ, функциональный МРТ, чувствителен к релаксации ядер водорода. Водорода у нас много где? В H2O. Это кровь, это жир, и поэтому МРТ лучше смотрит на ткани, которые содержат водород. И когда мы о чем-то активно думаем, например, у нас зрительная кора, она находится в затылке, она в основном воспринимает зрительную информацию. Когда нам показывают какие-то яркие объекты, у нас она начинает активно работать. Туда течет больше крови, потому что она начинает потреблять больше водорода. И это видно на функциональном МРТ, что зрительная кора начала как бы светиться, условно говоря. И действительно было много исследований, когда человек лежал в установке ФМРТ, его просили что-то вспомнить, и в этот момент проводили исследование. И доказали, что в ходе воспоминаний, в ходе того, когда работает наша память, работает практически вся кора головного мозга. Там определенные структуры больше, какие-то меньше, но в целом кора работала. Но считать о чем, я думаю, в данный конкретный момент пока мы не можем. Да, это предмет научной фантастики, потому что в работе нашего мозга участвует порядка 100 миллиардов нейронов. И не все, но большая часть так или иначе задействована в формировании воспоминаний. И чтобы понять, какое конкретно воспоминание, я думаю, это нужно делать полностью модель мозга со всеми его химическими особенностями, электромагнитными, и пытаться уже в эту модель как-то смотреть. Но есть нюанс, что такое количество нейронов и связи между ними. Потому что нейронов-то у нас 100 миллиардов, но каждому нейрону подходит еще примерно 1000 синапсов. То есть у нас синапсов там больше триллиона получается. Вот такую систему промоделировать достаточно сложно. Были попытки ученых промоделировать работу мозга, но пока максимум, что сделали, это полное моделирование нервной системы определенных червей. Ну там, по пару сотен нейронов. Моделировать-то особо ничего не нужно. Если говорить про более сложные объекты, это млекопитающие. Смогли промоделировать маленькую зону мозга мыши. Но в отрыве от всего остального мозга это бессмысленно. Потому что, например, если мы хотим нормально промоделировать мозг, то на один нейрон нужно отводить один процессор. Мы понимаем, нейронов сотни миллиардов, то нам нужно сотни миллиардов процессоров. Это достаточно сложно. Поэтому концепция с моделированием мозга, с читыванием мыслей, это пока предмет научной фантастики. Но нейробиология и физика не стоят на месте. И потихоньку как-то мы вот в эту сторону идем. А сколько мы храним информации в терабайтах, в петабайтах, в каких-то других единицах исчисления? Можно это вообще рассчитать как-то? Это тоже хороший вопрос. Потому что как мы можем понять, сколько у нас гигабайт хранится? Но ученые какие-то оценки делали. И, например, если идти в лоб, условно брать, допустим, что один нейрон у нас отвечает за одно воспоминание. Как мы уже чуть раньше сказали, это не так. Но допустим, у нас там порядка 86 миллиардов нейронов. Тогда мощность нашего мозга с точки зрения памяти составляет несколько гигабайт. Что не совсем интуитивно, и это вызывает вопросы. Но, как я уже раньше говорил, память, она формируется не в нейронах, а в синапсах между ними. Это сложная система, распределенная. И там одна и та же связь нейронов может отвечать сразу за несколько воспоминаний. Если в такой парадигме считать, то последние оценки ученых говорят о том, что наш мозг содержит порядка 2,5 петабайт информации. Что уже на самом деле достаточно прилично. Потому что петабайт – это 1000 терабайт. Поэтому, если мы говорим про флешки, то нужно порядка 2,5 тысяч флешек терабайтных, чтобы оцифровать наш мозг, если бы это было возможно на данный момент времени. Однако наша память – это достаточно уникальная вещь, потому что есть ряд особенностей у некоторых людей, которые могут помнить каждый момент в своей жизни. Таких случаев немного зарегистрировано, порядка 50. Но вот есть люди, вот им любую дату календаря, любое время называют, они говорят, что они делали в этот момент, что они чувствовали. И какая память с точки зрения гигабайт, терабайт, петабайт у них – это такой открытый вопрос на самом деле. Вопрос же еще и в качестве этой информации, потому что в несколько килобайт можно уместить классику, книги, какие-то музыку, а можно просто запомнить все интернет-мемы. И то, и то будет занимать один и тот же объем, но все-таки КПД разный. Ну, для мозга на самом деле не особо важна какая-то информация, главное – тот эмоциональный окрас, с которым эта информация запоминалась, потому что мемы тоже вызывают приятные ощущения, и музыка вызывает приятные ощущения. Вопрос уже больше, наверное, в рамках социального одобрения какого-то, но для мозга это особо не важно. Несколько раз ты уже говорил, что мы лучше всего запоминаем что-то такое яркое визуальное именно, а ведь если переводить на язык технологий обычных, то это самый тяжелый объем информации. Видеофайлы, там, может быть, музыкальные, по сравнению с тем же текстовым. Почему именно визуал так запоминается нами? Мы, когда запоминаем образы, мы не запоминаем все досконально в деталях. Мы вот именно запоминаем образ. И когда нам нужно что-то из памяти вытащить, мы как бы там через ассоциации пытаемся к этому прийти. Но визуально действительно человек воспринимает больше объема информации нашими глазами. Это порядка, по-моему, 70% всей информации, которая у нас есть. Поэтому мы в целом заточены под визуальное восприятие этого мира. Но храним все в нашей памяти мы недосконально. Даже с какими-то ошибками, как я уже говорил, там у нас память может искажаться. Возможно, это такой же механизм, чтобы там сильно не загружать мозг. Насчет загрузки мозга. Сейчас как мы можем посмотреть что-то, почитать, послушать, загружаем. Но во многих фантастических фильмах, книгах загружается информация напрямую. Ну вот матрица. Я знаю кунг-фу. Подключили, и все, я обладаю теми умениями, знаниями, на которые обычно человек потратит несколько лет. В теории, возможно, ну пусть не настолько глобально, но вот хоть что-то, чтобы я узнал именно просто по сигналу. Чтобы мы что-то запомнили, нужно сделать определенную работу. Неоднократно уже сегодня говорили, что у нас там между нейронами есть синапсы. И они есть исходно, но не каждый из них работает хорошо. И когда мы что-то запоминаем, у нас определенные траектории этих синапсов начинают работать лучше. Например, условно, ребенок смотрит на розетку, для него это просто розетка. Но не дай бог, он ударился током или коснулся горячей плитой, у него между нейронами в зрительной коре и нейронами в коре, которые отвечают за ассоциации, появляется связь. Розетка или плита – это больно. То есть появилась траектория, которая хорошо работает между нейронами. И когда мы, например, что-то учим, математику, решаем сложные уравнения, поначалу всегда тяжело, потому что это для нас что-то новое, и нейронные связи, которые отвечают за решение этих задач, они не натренированные. Но со временем, когда мы решаем эти задачи, нам становится проще, потому что сигнал между нейронами через синусы проходит лучше, потому что мы тренируем эту систему. И этим самым у нас появляется обучаемость к чему-то. И если мы хотим извне как-то записать какую-то информацию, нам нужно знать именно, как воздействовать на конкретные группы нейронов через синусы, чтобы эта информация записалась. Как это сделать, ну, лично я пока не понимаю. Поэтому всё-таки это тоже, как мы говорили, наверное, предмет какого-то будущего. Я не могу там точно говорить, что этого никогда не будет, но вероятность всё-таки мала. Вспоминается ещё один фильм «Начало», где они смогли заложить простейшую единицу информации, идею. Это не какое-то знание, это не какая-то книга, не какой-то фильм, не какие-то трёхтомники, а просто маленькая идея. То есть буквально несколько килобайт, и они это смогли сделать. Вот если мы в эту сторону как-то пойдём. Вопрос, что такое идея, что такое мысль. Потому что досконально вам не ответит ни один условно нейробиолог, что это такое. Потому что какие-то, например, паттерны мы можем понимать. Я смотрю на яблоко, у меня начинает работать зрительная кора головного мозга, я понимаю, что это яблоко, ассоциации сработали. Я хочу его взять, у меня сенсомоторная зона работает, потом дальше сигнал идёт через мозжечок в ствол головного мозга, мы берём яблоко, всё. Как бы мы понимаем, где какие зоны работают. Когда мы о чём-то думаем, образы себе представляем, у нас задействована вся кора. И мысль, она не сосредоточена где-то конкретно в мозге, она находится везде и сразу. И поэтому заложить какую-то идею неинвазивно, это тоже интересный вопрос, как это сделать, и что эта идея из себя представляет. Мы же не можем там двоичный код в мозг положить, потому что он работает на другой логике. Это мы всё говорим ещё о сознании, мы ещё не переходили на уровень подсознания. Там вообще хоть что-то есть изученное? Здесь, наверное, больше вопрос к нейробиологам должен быть, а всё-таки изначально физик. Но насколько я знаю, что подсознание тоже пытаются изучать. Его тяжелее изучить с точки зрения того, что подсознание редко выдаёт процесс того, как оно работает, на уровень сознания. Например, сейчас активно развивается направление, которое называется нейромаркетинг, когда условно с помощью различных сенсоров, в том числе и квантовых, считывают активность лобной доли, которая отвечает за принятие решений. Вот, например, когда мы идём в столовую или в ресторан, мы сами очень редко для себя можем понять, почему мы выбрали то или другое блюдо. Но на уровне нашего подсознания там произошёл сложный расчёт, и там мозг понял, что нам, чтобы гомеостаз поддержать, нам нужны макароны. И на уровень сознания выдаёт, хочу макароны, всё. Почему вы там сами не можете представить, зачем это нужно? Выдаётся только результат. Так вот, примерно 70% всех наших решений в жизни мы неосознанно воспринимаем. Но процесс-то работает подсознание. И, например, считывая активность лобной доли, можно получать информацию о человеке до того, как он ещё это решение принимает. Этим сейчас активно начинают пользоваться компании, которые занимаются продажами и так далее. Это такая довольно-таки спорная концепция с точки зрения этики, потому что, накапливая большой массив данных о каждом человеке, о группе людей в целом, можно какие-то предикшены делать, предсказания относительно их поведения. Насколько это этично? Давай тогда вернёмся к физике. Наш мозг — это электрический прибор, можно так сказать? У него есть электромагнитная активность, как минимум. Что это за волны, какие частоты, и как их можно изучать? Ну, вот повторюсь, когда наш мозг работает, там есть две компоненты. Электрические поля, которые идут по клетке, по самому нейрону. И когда этот электрический сигнал доходит до синапса, он стимулирует высвобождение нейромедиаторов. Это такие интересные штучки, которые могут в том числе за наше настроение отвечать. И дальше уже эти нейромедиаторы идут на отросток следующей клетки. То есть у нас сначала электричество переходит в химию, а дальше опять электричество. Это сложная система, и каждый нейрон, к нему присоединены сотни, иногда даже тысячи синусов, и они все одновременно работают. И он, сравнивая сигналы от этих синусов, там решает, проводить сигнал дальше или нет. Это очень сложный процесс, но очень интересный. Но действительно есть электрическая компонента, которая связана с ионными токами, и это можно считывать. Считывать активность каждого отдельного нейрона достаточно тяжело. Здесь уже нужно идти по пути инвазивных технологий, когда нужно погружать маленькие электроды в мозг, в определенную зону, и смотреть, как эти конкретные нейроны работают. Ну, это сложно, потому что это инвазивная вещь. И не всегда нужно считывать активность каждого отдельного нейрона, потому что их очень много. И поэтому медики, ученые, они считывают коллективную активность нейронов. И нейроны действительно ведут себя отчасти синхронно. Мы можем себе представить хор, большой хор, где у всех разные таланты. Кто-то поет, попадая в ноты, кто-то поет, не попадая в ноты, кто-то вообще молчит. Но в целом, если мы на отдалении от этого хора будем слушать, мы услышим какую-то общую композицию. Вот это и есть ритм мозга. Что большое количество нейронов примерно в унисон как-то работают. И эти ритмы мозга обладают разной амплитудой. И частотный диапазон, в котором они взаимодействуют, это почти от 0 Гц, там 0,5, до 100 Гц, чуть-чуть выше. То есть это относительно низкочастотные волны. Они работают одновременно? Или либо на низких частотах, либо повыше? Или все сочетается с нами? Оно все сразу работает. И как раз-таки прелесть новых средств для нейромониторинга — это выделять нужные волны в общем ритме. Потому что когда мы, например, поднимаем руку или смотрим на что-то, у нас тоже появляется электрическая активность нейронов, которая отличается от волн. Это вызванные условно потенциалы. Но они в основном используются, например, для создания тех же нейроинтерфейсов. Но даже считывая ритмы мозга, можно понимать о том, в каком состоянии сейчас человек находится, есть ли у него какие-то сложные заболевания и так далее. Эти волны разделены на несколько составляющих. Их делят на гамма, бета, альфа, тета и дельта волны. Основные ритмы. Их чуть больше, но основные вот эти пять. Каждый ритм работает на своей частоте. И каждый ритм так или иначе присущ определенному состоянию. Например, если у нас там активно присутствует гамма-ритм, это показывает о том, что человек максимально сосредоточен, пытается решить сложную задачу. Проблема с гамма-ритмом в том, что у него очень маленькая амплитуда, он достаточно высокочастотный. Чем больше частота, тем хуже сигнал проходит, например, через твердые ткани, через череп. Поэтому классическими методами ЭЭГ гамма-ритмы зафиксировать очень сложно. Альфа-ритмы, они связаны с состоянием расслабленности. Если, например, человек садится, закрывает глаза или находится в состоянии такой легкой медитации, у него альфа-ритмы заметно вырастают. И мы можем сказать, что человек действительно сейчас медитирует, пытается тоже легонько сосредоточиться. Тета-ритм, он уже в большей степени присущ сну, когда человек находится в мечтательном состоянии, почти засыпает, у него в определенных зонах мозга начинают активно тета-ритмы развиваться. Ну и дельта-ритмы, они больше присущи какой-то глубокой фазе сна. И вот сравнивая эти ритмы между собой, сопоставляя, можно, например, понять, находится ли человек, например, в какой-то стадии клинической депрессии, может быть, у него эпилепсия развивается, или вообще есть ли патологии. Поэтому это очень ценный инструментарий для того, чтобы понимать состояние, общее состояние человека. Мы сейчас в каком ритме находимся? Я думаю, сейчас у нас в основном такой бета-ритм. Мы находим состояние бодрствования, такого активного, немножко стрессового. Это вот бета-ритм. А если я не могу заснуть, а мне очень нужно, я могу себя как-то заставить в тета-ритм перейти? Или мозг меня не будет слушать, он сам знает, что мне нужно сейчас? Это, кстати, очень классный вопрос. Здесь уже задействовано такое явление, как биологическая обратная связь. Потому что если, например, человеку представить электроды в затылку, которая снимает его альфа-ритм, и показывать в том или ином виде этот альфа-ритм на экране, чтобы человек видел, он сам, как бы сосредотачиваясь на максимизации своего альфа-ритма, может себя в нужное состояние проводить. Это вот сейчас область активно развивается. Такие, знаешь, бытовые нейроинтерфейсы, которые позволяют лучше медитировать, сосредотачиваться. Я здесь не про эзотерическую медитацию говорю, а действительно, мы можем себя настроить на какой-то лад. Там всё, собрались, решаем сложную задачу. И это действительно работает. Поэтому, возможно, с тета-ритмами так же. Но здесь нужно смотреть на исследования. Про тета-ритмы я исследования не видел, но про альфа точно есть. Если мы занимаемся творчеством, рисуем, играем на музыкальном инструменте, поём, какой ритм? Это тоже сложный вопрос, потому что у нас так или иначе все ритмы присутствуют. И тут ещё в зависимости от эмоционального окраса. Если мы прям сосредотачиваемся, что-то заучиваем, наверное, здесь больше мы про гамму говорим. Если выступаем уже с тем, что мы разучиваем, это бета-ритмы. Если в каком-то фоновом режиме слушаем музыку, расслабляемся, это больше про альфа и тета-ритмы. Так на практике, как датчики могут это фиксировать? В каком ритме мы сейчас находимся? Во-первых, как эти датчики выглядят? Зависит от типа датчиков. Вначале я сказал, что это достаточно большой зоопарк, и мы используем в основном магнитометры, квантовые магнитометры, потому что классические методы электроэнцефалографии, наверное, надевал шапочки из электродов, когда сдавал на права, они считывают электрические потенциалы, но череп человека, он электрические поля достаточно слабо проводит, и они приходят на электроды, которые на нашем скальпе, сильно ослабленными. Но магнитные поля, которые всегда есть где электрические, согласно уравнению Максвелла, они проходят через ткани без изменений. И вот их можно фиксировать такими, как они рождаются в мозге, тем самым получая больше информации. И вот именно поэтому нужны квантовые магнитометры, которые считывают магнитные поля работы нейронов. И есть основные типы квантовых сенсоров, которые используются для задач магнитоэнцефалографии. Это как электро, только магнит, потому что считывают магнитные поля. Это сверхпроводящие датчики, называются сквиды, это аббревиатура, которая шифровывается как сверхпроводящий квантовый интерферационный датчик. Они представляют из себя колечко сверхпроводящего материала. И я не буду сейчас вдаваться в физические детали работы этого датчика, потому что там достаточно сложная физика, но они работают при почти абсолютном нуле. Их нужно охлаждать до 4 кельвин, чтобы они считывали магнитные поля. Чем выше температура, тем хуже, а иногда они вообще не работают при высокой температуре. Это датчики, которые появились условно 60 лет назад, и до недавнего времени это, по сути, были единственными кандидатами для того, чтобы считывать какие-то биоэлектрические сигналы в нашем теле. Но жидкий гелий, это то, в чем они работают. Чтобы их охлаждать, нужен жидкий гелий. Достаточно дорогая субстанция, и если мы хотим исследовать работу мозга, то такой прибор занимает почти всю комнату, обычную комнату, потому что большая часть этой комнаты это сосуд дюара, куда заливаются жидкий гелий. А сами датчики небольшие. Поэтому до недавнего времени эти устройства были очень дорогими, и позволить себе исследовать мозг с помощью устройств на сквидах могли только очень обеспеченные научные центры. Я даже не говорю про медицинские, именно научные центры. Но с 17-го года в этой области произошел ренессанс, появились аналоги. Это магнитометр с оптической накачкой, это тоже квантовый сенсор, но который работает на условно другой логике. Там берется ячейка, куда инкапсулируются редкоземельные металлы, пары этих металлов, и с помощью сложной оптики там расщепляются атомные подуровни, и если мы это все помещаем в какое-то внешнее магнитное поле, то по расщеплению атомных подуровней мы можем определить, какое внешнее поле мы меряем. И в мире научились эти датчики делать маленькими, компактными. Они достаточно капризные, но они уже работают при комнатной температуре. И тем самым появилось много компаний-разработчиков по всему миру, которые эти датчики уже используют для того, чтобы создавать устройства, для того, чтобы исследовать работу мозга. Наша компания спин-офф российского квантового центра КЛУ делает другой тип сенсоров. Мы делаем датчики на основе пленок из железоитривого граната. Если говорить достаточно таким научным языком, то наши датчики работают на спиновой когерентности в магнитоупорядоченных средах. Ну, все понятно, да. Это такой микс между классикой и квантовыми, потому что спиновая когерентность, это можно представить как квантовое макроскопическое явление, но в достаточно большом масштабе. И вот мы полтора года назад показали, что с помощью наших центров тоже можно регистрировать те же волны мозга. И мы по факту были первыми в мире, кто именно на твердотельных датчиках показали, что это в целом возможно. Есть еще типы квантовых магнитометров, интересное направление, это датчики, которые делаются из алмазов. Берется алмаз, а алмаз это у нас что? Это углерод, это углеродная решетка. Убираются условно два атома углерода, и в одну вакансию мы вставляем атом азота, а вторая вакансия становится свободной. Это датчики на азотно-замещенной вакансии, называются, инвицентры. Их можно сделать достаточно маленькими, чтобы, например, поместить в клетку живую клетку, не нарушая ее жизнедеятельности, и смотреть за тем, какие процессы там происходят. Вот 10 лет назад был интересный эксперимент, когда взяли фибробласт, это определенная клетка, туда поместили два инвицентра и наночастицу из золота. Ее разогрели, и вот градиент температуры измеряли в живой клетке. Это очень важно, потому что до сих пор медицина не совсем понимает то, как некоторые процессы, некоторые заболевания происходят на клеточном и молекулярном уровне. И вот имея такой инструментарий, я думаю, что определенные классы заболеваний, их сложности, их лечения в перспективе уйдут в прошлое, например, как онкология или аутоиммунные заболевания. Вот именно за тем, что появляются инструментарии, которые позволяют подсмотреть затем, какие процессы происходят именно внутри клетки. Потому что врачи, они в основном работают с симптомами, а симптомы, это вот, как я говорил, про хор. Это много-много-много-много разных факторов, которые дают общую симптоматическую картину на уровне целого организма. Так вот, все-таки нужно больше погружаться внутрь и искать причины тех заболеваний. Вот здесь вот как раз-таки стык. физики, квантовой физики, биологии и медицины может сильно помочь. Хорошо, а какие заболевания тогда, если мы именно о мозге говорим, какие идут от мозга, от головы? Если вот мы продолжаем говорить в парадигме магнитоэнцефалографии, где активно используются квантовые сенсоры, в основном это эпилепсия. Эпилепсия – это заболевание мозга, которое может иметь разные причины, но проявление примерно одно и то же. У нас есть зона мозга, которая запускает патогенную электромагнитную активность, и она этой патогенной электромагнитной активностью заражает весь мозг, случается приступ. И обычно вот этот пейсмейкер, это участочек, который запускает эту активность, он достаточно маленький, примерно пару миллиметров. Есть типы эпилепсии, которые подаются медикаментозному лечению, это хорошо, как бы человеку условно дают таблетку или делают укол, там приступ уходит и не возвращается. Но, к сожалению, есть типы эпилепсии, которые не лечатся лекарствами. И человек от этого сильно страдает. И единственным способом его излечения является нахождение вот этой зоны, которая запускает патогенный процесс. Ее нужно вырезать. А вот как ее вырезать, чтобы не задеть нужные зоны мозга? Вот здесь как раз-таки нужно очень высокое пространственное и временное разрешение. И вот существующие классические методы нейроимиджинга этим не обладают. Если мы берем классическое ЭЭГ, там хорошее временное разрешение, но плохое пространственное. У функционального МРТ плохое временное, потому что пока мы о чем-то подумаем, пока кровь туда пойдет, пройдут секунды. И вот магнит энцефалографии, основанная на квантовых датчиков, постепенно по всему миру становится золотым стандартом для как раз-таки таких историй, связанных с локализацией это относительно новый метод. Сейчас есть ряд исследований, которые показывают, что с помощью этого метода, например, можно на ранней стадии диагностировать как нейродегенеративные заболевания, Альцгеймер, Паркинсон, так и часть, например, психических заболеваний, такие как шизофрения, биполярное может быть расстройство, или, например, аутизм. Потому что я видел, что есть достаточно много исследований, которые показывают активную связь аутизма и нарушение гамма-ритма. Повторюсь, гамма-ритм он обладает маленькой амплитудой, и его с помощью неинвазивных классических методов задетектировать очень сложно. И здесь как раз-таки магнит энцефалографии возможно то, что позволит на ранних стадиях диагностировать все болезни, про которые я сказал. В теории мы можем стереть какую-то информацию с мозга, которая, например, доставила какую-то психологическую травму когда-то. Ну, в целом мозг так примерно и работает. Блокирует воспоминания, которые вызывают стресс, нарушат гомеостаз, и даже в ходе травм мы можем что-то забывать. Я вот помню фильм, по-моему назывался «51 поцелуев», там Дрю Берримор снималась и Адам Сэндлер. И там девушка попала в автокатастрофу, у нее осталась долгосрочная память, но все, что происходило за день, она забывала, когда ложилась спать. И каждый следующий день он ее заново добивался, грубо говоря. Я, конечно, не медик, но рискну предположить, что в этот момент, когда была автокатастрофа, у нее как раз-таки пострадал гиппокамп и нарушилось формирование краткосрочной памяти. И вот консолидация, перенос памяти из гиппокампа в корковую структуру не работал. Но вот как раз-таки травмы, там, стрессовые ситуации, они могут способствовать тому, что какие-то штуки у нас будут забываться. Я другой фильм тогда вспоминаю тоже про работу мозга, области тьмы. И в нем утверждалось, так как и во многих других книгах и в фильмах, что мы используем свой мозг на 2-3 каких-то процента. А вообще можно подсчитать, насколько мы действительно рационально его используем и сколько там еще неизведанного? Это два разных вопроса, потому что неизведанного очень много. Большинство специалистов говорят, что мозг изучен меньше, чем на 1%. И понять, опять-таки, что корреляция сознания с мыслями, с нашими действиями, это только предстоит ученым сделать. Но про использование мозга на 20-30% это миф. В каждый момент времени мы используем мозг на 100%. Тогда вопрос, наверное, к тому, как мы его используем. Да, здесь как раз-таки нужно его загружать новыми нейронными связями и учиться чему-то новому. А есть какая-то идеальная цель, над которой сейчас работают ученые, твои коллеги, ты в исследовании мозга? Что вы больше всего хотели бы сейчас понять или открыть? Идеальной цели нету. Хочется понять больше о том, как мозг функционирует, а это затрагивает много аспектов. Например, как работает память, это один аспект, как развиваются нейры, дегенеративные заболевания, это другой аспект. Этих кусочков пазла очень много, и надеюсь, что когда-нибудь мозаика полностью сложится. Когда? Ну, я думаю, с тем инструментарием, который сейчас постепенно появляется, на горизонте ближайших десяти лет может быть появятся какие-то новые открытия, которые значительно человечество приведут к какому-то новому пониманию. Если мы говорим про нейроинтерфейс, это вот тренд нынешнего десятилетия, это устройства, которые позволяют в обход органов чувств напрямую через мозг взаимодействовать с какими-то внешними объектами. Эта область сейчас активно развивается, появляются уже первые экзоскелеты, которые могут помочь людям с ограниченными возможностями управлять утраченными конечностями и так далее, роборуками и подобными вещами. это индустрия развлечений, потому что играя в те же компьютерные игры, никто не запрещает нам делать это только силой и мысль, например. Вот сейчас активно нейроинтерфейсы развиваются, это вот то, где даже в ближайшие лет пять может быть прорыв. что ж, мы загрузили наш мозг еще на одну миллиардную процента информации, надеюсь, место еще осталось для следующего выпуска Мослектория, ну а с нами в студии сегодня был Максим Острось, спасибо. Спасибо.